И получается мы где-то полтора года назад решили открыть компанию, причем абсолютно не зная рынка, абсолютно не работая на этом рынке, абсолютно даже не зная такие понятия, что такое Web 2.0 и так далее. То есть какие-то вещи, которые, например, для Павла еще элементарные были 5-7 лет назад, для нас еще полтора года назад они были просто новые. Что мы сделали? Во-первых, первый шаг наш был, а денег у нас не было на какие-то начальные инвестиции и так далее. Первый шаг, что мы сделали, мы пошли в службу занятости, встали как безработные, кстати, у меня до сих пор нет трудовой книжки, встали как безработные, получили по 58 тысяч рублей, причем это может сделать абсолютно любой, там либо как безработные вы можете получать каждый месяц, ну, наверное, многие знают, да, каждый месяц какие-то выплаты, либо можно получить сразу с копом все выплаты, вот, ну, стать индивидуальным предпринимателем. Значит, получили по эти 58 тысяч рублей, открыли офис на эти деньги, купили столы, купили компьютеры, компьютеры сели и начали работать в IT, на IT рынке, получается, в области IT. Понятно, что сразу мы заняли, так скажем, начали работать на рынке как раз недорогих решений. То есть, если у нас Павел работает там на рынке эксклюзивных предложений, да, на индивидуальных ориентированных клиентов, то у нас как раз получается продукт такой массового производства, и мы работаем совсем на других клиентов, которые готовы платить небольшую деньги, причем просят они тоже за эти деньги немало. Вот. Сначала мы хотели просто активно продавать, так скажем, свой конструктор, да, то есть сайт клиент купил и все, чтобы он сам делал. Даже знакомый наш, кому нужен был сайт, никто не стал его покупать. Вот, ну, они еще не стали покупать еще до этого. Вот. И пришли мы к выводу, что, блин, нам ничего не остается, как самим садиться и делать эти сайты. То есть... Черная работа. Да, то есть суть в чем? В том, что, ну, то есть к выводу, если развиваться на этом рынке, то нужно не систему эту продвигать и продавать, а нужно делать сайты. А только у нас плюс был, что у нас уже была система, на которой можно делать шаблонные коробочные решения. Вот. Ну и сейчас тогда развитие компании, да, такое небольшое предисловие. То есть на сегодня мы работаем и разрабатываем следующие продукты. Это корпоративный сайт, то есть для компании стоимость, ну, возможно, многие слышали, да, стоимость 6 990 рублей. Я почти угадал. Да. Значит, интернет-магазин 9 990 рублей. А также разрабатываем отраслевые решения, причем отраслевые решения для разных областей. Это, например, сайт для турагентов 25 тысяч рублей. И разные еще затрагиваем области. Ну и также осуществляем комплексное продвижение бизнеса в интернете. То есть здесь как затрагиваем, как СЕО, продвижение в поисковых системах, так и другие все аспекты. А, не видно? Не видно. А, видно на весь экран. Так, а где? Пока смотрим. И на этом графике показано количество штата в нашей компании. То есть, ну, когда мы начали, это два человека, понятно, это десятый год, ноябрь. А сейчас в компании работает 28 человек. 28 человек. Офисы представлены в Екатеринбурге и в декабре в Телсо-Офе Челябинске. Вот. По штату, если немного рассказать, это штат состоит из семи отделов. Отдел разработок, отдел создания сайтов, отдел, получается, отдел дизайна, отдел продаж, отдел продвижения, отдел кадров, отдел рекламы. Ну, и вот ключевой, ну, и получается, руководители, я и Дмитрий. Я координирую одни, так скажем, отделы, а Дмитрий координирует работу других отделов. Мы решили поделиться конкретными цифрами, конкретными способами, которые мы использовали, и вообще рассказать, как у нас это внутри сделано. Потому что, я думаю, большинство из присутствующих именно для этого и пришли. То есть, именно для того, чтобы спикеры поделились своим настоящим опытом. Вот. Поэтому на следующем слайде представлен рост оборота компании. То есть, ну, первый месяц было где-то порядка 50 тысяч. А сейчас мы превысили планку миллион рублей в месяц. Оборот, причем, если посмотреть на график, в принципе, видно, что оборот растет. И у нас составлен план на год вперед. То есть, динамика такая по плану, в принципе, она должна сохраняться. Вот. И на вот этом слайде представлен рынок. Да, только сразу, ну, вот подчеркну, это не значит, что вот такие доли рынка. Да, это просто вот примерно, образно мы разделили рынок создания сайтов на три категории. То есть, это недорогие продукты, а затем где-то средняя ценовая категория и дорогие. Вот. То есть, соответственно, что здесь можно сказать? Понятно, что рынок дорогих продуктов, он был, есть, будет. И клиенты будут становиться в очереди к Артеме Лебедеву, к другим веб-студиям, которые делают качественно, дорого и очень хорошо. Вот. А при этом какая тенденция сейчас наблюдается? То, что рынок вот средней ценовой категории, который, ну, примерно обозначен, причем эти цифры, конечно же, условные, да, обозначен от 20 тысяч до 60 тысяч рублей, он потихоньку снижается, снижается, переходит на рынок недорогих решений. То есть, с чем это связано? Это связано с тем, что клиент, ну, сейчас у клиента есть выбор. Либо получить, например, интернет-сайт за 50 тысяч рублей, индивидуально разработанным дизайном, при этом он получит по функционалу очень простой информационный сайт. Либо он может заказать, скажем, там, за 13-15 тысяч рублей сайт, пусть на базе какого-то концепта, на базе какого-то готового решения, да, при этом функционал там будет все, что ему нужно и все, что он может использовать. Вот. Поэтому, если даже посмотреть на предложение компании, вот, например, ну, вчера буквально видел на Е1, да, новость. То есть, айтекс компания заявила о, там, борьбе с дорогими ценами, выдвинула свой продукт, там, айтекс старт, который стоит 3 тысячи, там, с чем-то. Вот. И, в принципе, если посмотреть на рынок, на игроков рынка, многие создают решения, которые, ну, недорогие решения на базе готовых систем, которые создают альтернативу как раз с индивидуальным разработкам. Вот. Поэтому, если говорить о рынке, то рынок недорогих коробочных решений, он увеличивается. И, в принципе, мы для себя определили нишу, и мы планируем развиваться именно в этом рынке, только расширяя географию. Так, ну, для того, чтобы на этом рынке эффективно работать, эффективно, значит, прибыльно. То есть, конечно, хорошо творить добро, да, творить добро, заниматься творчеством, там, и так далее, но у нас подход к компании, в первую очередь, с точки зрения бизнеса. То есть, если компания не приносит прибыль, компания убыточна, то, в принципе, нужно еще заниматься чем-то, чтобы кормить себя, и это параллельно, и это, получается, уже такое хобби, которое делает удовольствие. Так вот, чтобы на рынке недорогих решений эффективно существовать, то есть, работать прибыль, что нужно делать? Во-первых, нужно делать очень много сайтов. На сегодня в нашей компании разрабатывается более 60 сайтов в месяц. Причем мы работаем практически только пока на Екатеринбурге, то есть, там, Челябинск, у нас задействуется, ну, там, не знаю, в месяц пока 4-5 сайтов. Вот, 60 сайтов в месяц, причем для того, чтобы дальше развиваться, это количество должно расти, 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 расти. То есть, есть определенная пропорция, определенное количество человек может делать определенное количество сайтов. Для того, чтобы делать больше сайтов, больше человек. Есть определенная, там, остается маржа, да, и получается, чтобы вот это вот увеличивать, цифру суммарную, нужно нам, получается, увеличивать вот эту схему. Так вот, чтобы что-то там оставалось, да, сайт, допустим, стоит 6 990 рублей у нас, такое самое, так скажем, решение распространенное, которое больше популярностью всего у клиентов пользуется, то, соответственно, для того, чтобы там оставалось что-то зарабатывать, мы должны, то должны быть минимальные издержки на производство такого сайта. То есть, чтобы сделать, построить внутреннюю систему разработки 60 сайтов, там, тремя-четырьмя специалистами, да, то это, конечно же, такой очень важный момент в этом бизнесе. А, кстати, о нем мы чуть попозже тоже расскажем.